друзья всем привет с вами энди вакс сегодня говорим про замечательный прибор от компании процесс аудио прибор под названием spice rack который с одной стороны вот судя по органам управления очень простой минималистичный лаконичный с другой стороны прибор очень универсальный очень классно звучащий ну об этом немножко дальше а сейчас пожалуйста пройдите в описании в описании ссылочка на поддержку украинской армии которые борются с расистскими захватчиками прямо сейчас так что друзья нам будет приятно и полезна любая поддержка поехали итак интерфейс как видите все на одном экране расположено все очень удобно визуально это прекрасно выглядит как в принципе все продукты от процесса аудио с левой стороны логотип при клике на который мы видим номер версии что в принципе очень удобно и можно сразу переместиться на страницу для загрузки актуальные последние версии продукта просеты здесь очень крутые очень умно здесь все разбито по категориям по папкам поэтому даже я человек который просто этими не пользуется целиком и полностью за то чтобы вы пробовали здесь разные просеты потому что иногда они предлагают такое звучание до которого вы бы и не додумались а это реально круто звучит далее настройка плагина скорость анализатора частота обновления для плагина включения выключения можно выбрать канал чтобы в режиме консоли каждая инстанция spice rack здесь отобразилась со своими краткими органами управления и можно было с одного экрана всем этим делом рулить функция консоли если честно я ее не использую но тем не менее в принципе фишка интересная и последующие продукты я думаю будут следовать той же концепции далее выбор из пяти алгоритмов фишка в том что они звучат все по-разному то есть мы имеем в своих руках огромную палитру только благодаря вот этим разным алгоритмом искажения то есть сначала это звучит как легкая сатурация и вплоть до искажения особенно учитывая режим плюс 18 децибел в модуле drive с левой стороны у нас блок для входа звука здесь входная громкость блок гейта который можно включать и отключать порог срабатывания гейта настройки количество этого самого гейта атака релиз и мы можем прослушивать сигнал который попадает в детектор плагина отпиливать вверх и низ этому сигналу в общем гейт здесь работает мы чуть попозже это послушаем очень нежно то есть какой-то точечной такой панчовой работы гейта как в некоторых гейтах или в консолях здесь ожидать не приходится но я думаю что это сделано специально правой стороны блок для выхода звука внизу регулировка output то есть выходная громкость сверху громкость для обработанного сигнала и посередине регулятор mix то есть соотношение между сухим и обработанным сигналом но и посередине мы можем наблюдать индикаторы для обработанного и необработанного сигнала ну и самое главное сцене жовти жовтоблокит не блоки с левой стороны в данном случае это drive искажалка с правой стороны это тон блоки могут меняться местами с помощью нажатия вот на кнопку которая находится в центре чаще всего я использую именно вот в такой конфигурации сначала искажение потом изменение характера звучания с помощью такой эквализации аля но иногда можно поменять эти блоки местами чтобы отпилить не нужно и только потом исказить ну давайте поговорим про блок drive блок искажения здесь у нас есть три режима режим стандартный стерео режим когда мы искажаем только mid составляющую то есть то что у нас в центре или режим side искажение только той части сигнала которая находится по краям режим turbo можно сказать плюс 18 децибел искажения которые добавляют очень много искажения и это либо используется для спецэффектов либо используется когда сигнал у нас довольно тихий на входе то есть можно навалить входной громкости аж на 24 децибела и потом еще навалить вот с помощью вот этой клавиши дополнительного искажения самое главное огромная регулировка drive красиво анимировано с правой стороны у нас такой эквалайзер на стероидах вот таким образом внизу кнопка его включает выключает здесь у нас также есть три диапазона верхний диапазон он срезает высокие частоты причем можно крутизну среза регулировать от 12 до 48 децибел на октаву в нижней части то же самое только для низких частот срез низких частот и то же самое есть у нас тут возможность крутизны среза разная от 12 до 48 децибел также можно включать и выключать этот фильтр что в принципе тоже влияет на звук и посерединке у нас возможность работать со средними частотами то есть их выпячивать можно можно их немножко подрезать на каких-то частотах также можно вмешиваться в звук на средних частотах помощью очень широкой полосы либо довольно таки узкой полосы такой опять же спецэффектный звук с левой стороны у нас есть такая возможность все три диапазона одновременно двигать и с правой стороны слайдер который работает как tilt эквализация то есть смещает баланс звучания либо в сторону высоких частот вот таким образом либо в сторону низких частот в нижней части у нас с левой стороны логотип процесса аудио посередине у нас могут возникать подсказки если мы их включим display interactive help вот подносим к органу управления курсор мыши и внизу появляются подсказки для начала это очень даже неплохое подспорье чтоб разобраться самому как работает что делает тот или иной орган управления и с правой стороны на самом деле очень классная функция можно включать линейную фазу и это радикальным образом влияет на звук чуть позже мы в этом убедимся также можно использовать оверсамплинг можно его вообще отключить ну и двухкратный четырехкратный восьмикратный оверсамплинг использовать ну что ж давайте попробуем теперь во первых послушать наш исходный материал а потом применить этот замечательный прибор давайте его отключим и послушаем мультитрек вот такая незатейливая партия но она довольно насыщена и весь спектр частот занимает поэтому давайте попробуем кто-то с ней сделать наверное есть смысл вначале попереключать заводские пресеты это у нас полная барабанная установка drum kit и вот здесь как вы видите очень много просетов давайте попереключаем чтобы составить какое-то впечатление о работе плагина его звучание и о заводских пресетах которые вам только что так нахваливал итак давайте попробуем разные алгоритмы начнем с первого drive добавим драйва и на что сразу обращаешь внимание помимо разной структуры искажения мы имеем дело с разным а чиха и с разным поведением искажения на разных частотах drive это такой полновесный исказитель в принципе как и fuse tube это такие сглаженные высокие частоты amp это выпеченная середина low-fi это выпеченные высокие в общем как я и говорил пять совершенно разных характеров звучания мой любимый часто режим тюб но иногда вот как в данном случае он очень сильно скрадывает звучание открытых хетов и закрытых хетов то есть всего железа которая здесь в лупе присутствует поэтому есть смысл переключиться в режим drive давайте послушаем окей допустим нам все нравится давайте теперь попробуем работу гейта для начала нужно включить редакшн полностью по часовой стрелке перевести в положение 100 децибел и порог срабатывания можно подкрутить тут есть такая вертикальная линия оранжевая которая очень хорошо видно когда гейт начинает срабатывать нажмем на шестерню чтобы показать дополнительные установки вот таким образом мы прослушиваем то что попадает детектор можно это отключить давайте сконцентрируемся на звучании бочки и малого то есть можно заставить этот прибор быть таким себе динамическим сатуратором который будет реагировать вот только на вот эти вот пики которые мы только что услышали а потом чуть-чуть подмешать этот очень супер искаженный сигнал к нашему чистому вот таким образом вы слышите мы такого хруста интересного добавили опять же в миксе это может быть немножко не так очевидно сейчас в режиме соло это прям сильно очевидно и кстати говоря когда мы уже в сигнал очень сильно вмешались с помощью сатурации а-ля эквализации гейта плюс подмешали обработанный сигнал чистому давайте теперь по переключаем режим линейной фазы и послушаем разницу в данном случае кстати очень интересно что режим с линейной фазы и без практически на слух не влияет на то что мы слышим то что мы получаем зачастую влияет давайте покрутим дальше наш звук и в этом убедимся вот при таких настройках и при подмесе оригинального сигнала мы слышим четко как особенно высокие частоты что-то происходит с фазой но это очевидно при таких радикальных настройках фаза не может остаться нетронутой поэтому если вас что-то не устраивает звуки как правило в линейном режиме все окей то стоит применить линейную фазу эту опцию при таких значительных вмешательствах в звук и особенно при значительном вмешательстве высокие частоты вот при таких крутых срезах например 48 дб на октаву это очень крутой срез вот как видите мы получили очень много искажений очень много такого гранжевого сэмплерного характера при обрезе высоких частот фильтром 48 дб на октаву и при добавлении большого количества искажения получили такой гритти что называется звук очень такой характерный характерный с помощью регулятора mix откатываем звучание до чуть менее агрессивного и вот уже у звука есть фишка давайте теперь попробуем применить spice rack на всех дорожках этого трека я думаю что есть смысл все дорожки барабанов объединить в одну чтобы не терять время и и и и и и и и и простыми очень как вы видите телодвижениями чуть-чуть драйва чуть-чуть эквализации выбором алгоритма мы добавили характера то есть вот spice rack в данном случае это про характер теперь давайте займемся басом я думаю что есть смысл просто для начала поперебирать просеты найти какое-то интересное звучание его дорулить я как правило вот по такой схеме и действую и и и и и и и и и задача такая спецэффектность и максимально искаженный результат. Вот это в принципе уже близко к тому, что я бы хотел услышать. Но на самом деле я думаю, что в данном случае можно обойтись менее радикальными настройками. Окей, двигаемся дальше, дальше у нас секвенция. Добавляем инстанцию SpiceRack и давайте посмотрим, что тут у нас есть. По синтезаторам всего три просета, также тут есть клавишные на самом деле и басовые просеты, можно не стесняться применять, слушать и возможно плагин предложит какие-то интересные решения по обработке. Давайте начнем с категории синтов. Да, немножко выделили, подчеркивает обработки все сатурации. всегда в данном случае тоже какой-то риверок в исходнике был и мы более явственно его слышим после обработки сатуратором или каким-то дисторшином, не важно. Давайте еще поищем звучание какое-то интересное, прям спецэффектное. Субтитры сделал DimaTorzok Вот в режиме с отключенной линейной фазой довольно сильно меняется низкая частота, если в миксе мы слушаем и это очевидно и собственно вывод напрашивается сам собой, нужно включать режим Linear Phase и в принципе, как вы видите, можно с помощью этого плагина просто чуть подкрасить, выделить инструмент в миксе, выделить его обработки также, а можно прям до неузнаваемости радикально утяжелить, вот как в данном случае Orange и это действительно звучит реально интересно. Давайте еще подкрутим синтезатор в миксе, а потом послушаем до и после обработки. на самом деле шикарно звучит, давайте добавим дилей на секвенцию и этого на самом деле будет достаточно для крутого звучания. отлично, давайте теперь послушаем до и после обработки со Spice Rack и без него. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и в конце давайте попытаемся разобраться с режимом консоли, давайте назначим на разные каналы, например секвенция канал 7, бас канал 6, наша барабанная группа канал 2, и наш драмлуп винтажной драммашины канал 1, теперь в режиме консоли посмотрим, вот они все наши каналы, они тут даже проименованы корректно, бас секвенция и вот так подчеркивается канал номер 1 и это означает, что вот данная инстанция, которая у нас открыта, мы как раз в ней и находимся, то есть тут можно выбрать алгоритм, включить и отключить, послушать до и после, добавить драйва, давайте пробовать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, если честно, не ожидал, что это будет так весело, то есть принцип консоли, я думаю, заключается в том, что мы вешаем изначально на каждый канал Spice Rack и можем приблизительный баланс эффектов, их количество, тип эффектов подкрутить в одной инстанции, не выходя из этой инстанции и это реально удобно. И совсем забыл, разыгрываем три лицензии на процесс аудио, спайс Рэк, надо победить сильнейший и тот, кому везет больше всех. Сегодня это Сергей Попык, победитель номер один, поздравляю, Сережа. Победитель номер два Феддер Вирич, поздравляю, коллега. И победитель номер три Степан Рутышин. Ну что ж, друзья, огромное спасибо, что были на данном обзоре. Надеюсь, он вам будет полезным и вы для себя откроете Spice Rack. А кто-то, возможно, увидит что-то новое в этом обзоре и воспользуется этими функциями в уже купленном плагине. В описании ссылка на плагин, в описании ссылка на помощь вооруженным силам Украины. Мы все надеемся на вашу поддержку, на вашу помощь, друзья. Слава Украине и до новых миксов.